Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Андрей Белов. Я работаю в команде подбора Яндекс. Наша команда поддерживает с точки зрения найма персонала поисковый портал Яндекса и в том числе управление машинного интеллекта исследований. По роду моей работы мне постоянно приходится сталкиваться с людьми, которые позиционируют себя как дата-сайентисты, как аналитики, как разработчики или ML-инженеры. И в процессе общения с ними узнавать, какими навыками, какими знаниями и опытом они обладают для того, чтобы найти наилучшее применение внутри нашей компании, либо на рынке. И обычно это общение строится в виде диалога с людьми. В рамках этого диалога я постоянно как раз стараюсь найти ответ на вопрос, а стоит ли дата-сайентисту, который достаточно много уже времени потратил для того, чтобы войти в профессию, становиться ML-инженером. Сегодня я хочу пригласить вас всех и вместе попытаться над этим вопросом подумать. На мой взгляд, почему это может быть интересно? Потому что вы уже даже являясь или готовыми профессионалами в области дата-сайенса, или же людьми, которые только-только начинают интересоваться этой историей, для вас это поможет расставить определенного рода маячки на карте тех карьерных возможностей, которые могут для вас быть на быстро растущем мировом IT-рынке. Для того, чтобы эту нашу беседу немножко структурировать, я предлагаю пойти сделать несколько шагов. Первое. Начать с определения. Просто поговорить о том, кого мы будем считать чистым дата-сайентистом, а кого будем считать ML-инженером. Потом поговорим про те бенефиты, которые переход из трансформации может дать как для человека, так и для компании, в которой он работает. Потом рассмотрим пример того, как может выглядеть схема работы в компании, когда разнесены две разные функции. Одна функция data science, другая функция разработки. И в конце я дам вам несколько советов о том, как можно осуществить эту трансформацию, какие дополнительные материалы посмотреть для того, чтобы эту трансформацию сделать легче, если вы на нее решитесь. Итак, начнем с определения. Если говорить про data science специалистов, безусловно, это люди, большие эксперты в том, чтобы работать с аналитическими данными. Они обладают сильными техническими знаниями. Безусловно, это статистический анализ. Безусловно, это умение работать с математическими моделями. Безусловно, это умение работать с большими данными. В дальнейшем для того, чтобы проще, я просто этих людей буду называть аналитиками. Если говорить про ML-инженеров, то эти люди также работают с данными. На основании этих данных они обычно тоже выдвигают какие-либо гипотезы, проверяют их, они тоже строят модели. Но существенная разница, которая очень важна для моей команды, в том числе и для рынка, это то, что эти люди умеют писать продакшн-код. И делают это достаточно неплохо. Давайте посмотрим на то, какие преимущества переход от аналитика к разработчику может дать для компании. Для компании, прежде всего, это то, что универсальные люди, а совмещение двух ролей, можем вполне считать вещью универсальной, они более эффективны. Даже если ваша компания — это небольшой стартап, который только-только хочет заявить о себе миру и еще не заработал свой первый миллион долларов, ваши бюджеты на персонал обычно ограничены. Да и вообще ваши бюджеты обычно ограничены. И поэтому для вас более выгодно нанять людей, которые будут совмещать себе несколько ролей и выполнять несколько задач внутри вашего большого начинания. В то же время, если вы уже состоявшаяся большая межнациональная корпорация, то для вас также выгодно, чтобы профессиональный кругозор ваших сотрудников постоянно расширялся. Именно поэтому вы будете стремиться к тому, чтобы двигать людей из одной области в другую. Тем самым вы будете увеличивать вовлеченность людей. А более вовлеченные люди, они, естественно, для компании дают гораздо больше эффективности. Дальше. Если говорить про возможные ошибки. Если аналитик пытается при работе своими данными писать какой-то код, и при этом он не является профессионалом в знании алгоритмов и в разработке, он может наделать ошибки. Эти ошибки в дальнейшем могут быть незамечены, и они могут пойти в продакшен, что может для компании принести очень большие финансовые, в том числе, потери. Плюс разбиение функций внутри компании сильно достаточно влияет на скорость того, как завершаются проекты. Потому что количество итераций, по которым у вас переходят данные, оно увеличивается. Если говорить про то, для чего, соответственно, нужно специалисту, нам с вами, людям, становиться более универсальными. Первое, про что хочется поговорить, это, соответственно, про возможность самостоятельно придумывать логику решений своих задач. Часто аналитик, работая с данными, должен обладать каким-то чуть выше, чем минимальными знаниями алгоритмов для того, чтобы построить свою логику. Ну, например, знать какие-то базовые алгоритмы, например, обход графа в ширину. Если он этих данными знаниями не обладает, то он вынужден прибегать к помощи разработчиков, тем самым, опять же, увеличивая время того, когда проект завершится. Для того, чтобы принимать правильные решения к инструментам. Если вы просто анализируете данными, в мире сейчас достаточно большое количество инструментов, которые вы можете использовать для своей работы. Но эти инструменты помогают, с одной стороны, помогают делать вашу работу более эффективной, с другой стороны, они и ограничивают возможный арсенал того, что вы можете сделать. Если же вы умеете писать код, вы можете, с одной стороны, создать свои собственные инструменты и тем самым совершенно безгранично расширить свои возможности. С другой стороны, если вы умеете писать код, то вы в рамках уже доступных инструментов можете понимать логику того, как они работают. Ну, приведу пример, наверное, всем вам знакомый CutBoost. Используя его, просто относясь к нему как к некому готовому решению, как к некому черному ящику, в который вы вгружаете данные и который дает вам некий результат, вы, безусловно, результат достигнете. Но если вы понимаете то, как он работает изнутри, то вы можете сделать так, что ваши модели будут обучаться быстрее либо эффективнее. Ну и, соответственно, хочется поговорить про продакшн. Продакшн важен, в принципе, это та конечная точка, ради которой все и происходит. Если аналитик не знаком с тем, как… с теми ограничениями, скажем так, которые есть в продакшне, то он может бесконечно долго и далеко уходить в своих экспериментах. А в дальнейшем те модели, которые он выдаст разработчикам, столкнутся с ограничениями вплоть до физических, и поэтому не смогут быть реализованы. Чтобы этого избежать, человек должен обладать минимальными знаниями того, как пишется продакшн код. Теперь давайте попробуем посмотреть на то, как может выглядеть пайплайн производства в тех компаниях, где разделены функции data science и разработки. Данные, которые аналитики получают от разработчиков. Они эти данные приняли, начинают с ними работать. При этом в процессе работы может выясниться, что эти данные неполные. И здесь, соответственно, приходится аналитикам эти данные разработчикам возвращать, для того, чтобы полноту данных восполнить, что, соответственно, увеличивает, опять же, для компании время того, когда процесс, проект может быть реализован. Окей. Допустим, дальше, что данные были поправлены, аналитики все-таки взяли их, начали с ними работать, на основании этих данных построили какую-либо модель. Дальше эту модель они передают обратно разработчикам для того, чтобы они сделали внедрение этой модели. И здесь, соответственно, может возникнуть ситуация, о которой я уже говорил раньше, когда модель сталкивается с определенного рода ограничениями внутри продакшена, и, соответственно, не может быть внедрена и опять уходит на доработку к аналитикам. В итоге мы получаем ситуацию, когда между данными и внедрением происходит достаточно много операций, подчас неправильными, и результат, который в итоге получается, он либо получается неидеальным, либо даже плохим, либо он получается позже намеченного срока. Ну и, наконец, как можно попробовать свои силы в том, чтобы совершить этот смелый шаг и сделать трансформацию от дата-сайентиста к ML-инженеру. Здесь я перечислил несколько доступных всем абсолютно способов. Это, безусловно, прохождение практических курсов. Для этого есть Кшат, для этого есть Курсера, и каждый из вас может попробовать там свои силы. Безусловно, это практические науки программирования. Здесь хочется сказать, что пишите больше кода. Ну и, соответственно, это для того, чтобы после того, как вы получили теоретические знания, попрактиковали их самостоятельно в написании кода, у вас есть достаточно много сейчас возможностей для того, чтобы свои знания проверить. Здесь я перечислил несколько из них. Это конкурсы, которые проводятся, например, Яндекс.Алгоритм, наверняка известный всем вам, либо Яндекс.Блиц, который мы делаем гораздо чаще, чем алгоритм. Вот. На этом у меня все. А, кстати, да, мы с коллегами, готовясь к этой презентации, посмотрели по тем джоб-бардам, которые сейчас есть. Вакансии дата-сайентистов и ML-инженеров, разработчиков получилось, что соотношение 30 к 70. То есть вакансий ML-инженеров гораздо больше, то есть профессии гораздо более востребованы, чем чистые дата-сайентисты. Вот. На этом у меня все. Большое вам спасибо. И я буду рад вашим вопросам. Андрей, спасибо большое за доклад. Очень интересно. У меня такой практический вопрос. Из вашей практики, насколько сложнее найти таких универсальных специалистов? Вообще у вас в компании сейчас есть такие специалисты, которые и дата-сайентисты, и ML-инженеры. И, собственно, по поводу вакансий. Видите ли вы на рынке вообще такие вакансии, и у которых в требованиях, чтобы человек обладал этими универсальными знаниями? Спасибо большое за ваш вопрос. Да, у нас в компании есть такие вакансии. И более того, скажу, если говорить про наше управление машинного интеллекта, то, в принципе, там все специалисты, которые работают, это как раз специалисты-универсалы. Мы как раз нанимаем именно ML-инженеров. Это достаточно важное требование, на котором мы стоим, по поводу которого мы часто дискутируем с рынком, получая определенного рода фидбак. Универсалов. То есть людей, которые могут и работать с данными, и в то же время писать продакшн-код. Насколько легко их найти? Нет, найти их нелегко. К сожалению, и как раз в связи с тем, что вот эта вторая часть, связанная с умением писать код, часто является зоной для развития для людей, которые занимаются data science. Именно поэтому мы как компания, ну и рынок в целом, наверное, многие компании вкладываются в то, чтобы вот эту часть людей подтянуть, дать им возможность для того, чтобы практиковаться и развивать здесь свои навыки. Спасибо. У нас еще один вопрос есть. Андрей, спасибо большое. Вы все правильно рассказали с точки зрения логики и практики, но мне кажется, что есть такой вопрос, чисто больше принципиальный, ведь аналитика, что что-то такое космическое, воздушное, разработка, нужно сидеть, делать руками. Как побороть вот этот переход или принцип, как донести, что делать руками так же космически классно, как и летать в космосе? Я думаю, что лучшим ответом на вопрос является практика. Когда вы не просто отдаете модель, а можете, соответственно, увидеть результат того, что вы сделали собственными руками, в том числе и это заработало, вот это ощущение такой победы, наверное, оно является наилучшим. Я вот достаточно много беседовал со своими коллегами, которые работают у нас, и они все как один говорят, Андрей, будучи до этого просто аналитиками, мы достигали каких-то результатов. Но начав, перейдя эту тонкую грань, начав дополнительно делать еще и продакшн, соответственно, наши результаты, во-первых, увеличились, и те продукты, которые получаются у нас, у наших проектов, они стали гораздо более эффективными. Ну, пример. Последний переводчик, наверное, то, что удалось сделать. Достаточно долго успехи в развитии переводчика были, но они были так степ-бай-степ. Именно за последнее время, набрав команду людей, которые могут и работать с данными, и писать продакшн-код, сервису удалось сделать такой существенный шаг вперед, и мы сделали как раз этот нейроперевод. Спасибо. У меня такой вопрос. А почему вы не рассматриваете классическую схему, когда есть два узких специалиста, над ним есть имлит, который немножко касается обоих областей? Ведь это решение о выборе, выбор архитектуры решения, он же может им приниматься, или, по крайней мере, коллегиально, но решается же проблема ответственности. Если у вас много универсальных специалистов, как они придут к этому решению? Каждый считает себя гением, и все спорят. Спасибо за вопрос. Он очень интересный. Если говорить про организацию работ наших команд, то, безусловно, там есть им лиды. Куда без них? И это люди, которые действительно определяют то, куда движется команда. Я как раз говорил о том, что наличие множества универсальных людей позволяет нам сэкономить итерации, когда данные передаются от одних рук в другие. Когда я показывал схему того, как это может выглядеть, если функции разнесены, вот этим как раз я хотел показать, что здесь достаточно получается долгий процесс и возможность нескольких итераций. Имея универсальных людей, мы это окно схлопываем. Удалось ответить на вопрос? И еще один вопрос. Спасибо за доклад. Вопрос немножечко обратный. Если человек уже умеет писать production code, но ему очень нравится область ML, как, ну в общем, с чего начать, чтобы продвинуться вот туда? Есть достаточно много также курсов для того, чтобы прокачать свои скиллы, связанные с дата. Ну и естественно Kaggle ждет вас того, чтобы там начать практиковаться. То есть это, безусловно, только практика. Спасибо. Еще какой-то вопрос есть? В зале был вопрос, да, мужчина. Поднимите, пожалуйста, руку. Скажите, пожалуйста, такой вот вопрос. Мы, да, мы понимаем, у меня просто там группа в чатике еще обсуждает ваш доклад. И мнение такое. Production code, он стоит там 150-200 тысяч. Data science тоже стоит 150-200 тысяч. Каждая из этих профессий по отдельности, она стоит каких-то денег, и вы фактически экономите на фонде оплаты труда, когда нанимаете универсального специалиста. А нам-то это зачем? Спасибо за ваш вопрос. Могу сказать, что мы не экономим… Очень живая реакция за этот вопрос. Мы не экономим на фонде оплаты труда, именно потому что люди, которые обладают этой нужной нам синергией, они обычно стоят дороже, чем 150-200 тысяч. Это зависит от того, как человек проходит испытания, и то, какие оценки он получает на входе в компанию. Я сейчас не назову вам, естественно, конкретные вилки, потому что это NDA, но это дороже, чем просто взять разработчика с рынка. Спасибо. Есть еще вопросы в зале? Если нет, то давайте аплодируем Андрею. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.